Аннунтио Вобис Гаудиум Маннум Абэмус Папам! 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 Абвэмус Папам! Присzedłeś нас загубить. Вiem, кто ты, Святый Божий. Чего хочешь от меня, Сыну Бога Найвыжшего? Когда мы говорим людям, на особенность выражения заслуживает вызнание Симона Петра в поближе Цезарей Филипповой. Ты ты, Местор, Сын Бога Живого. Вызнание это было в способ неизвестно уроков, подтвердено через Иисуса. Благословенный ты, Симон, сын Юный. Альбовем не объявили тебе этого цело и кров, но Отец Мой, который есть в небе. Вызнание это не есть фактем отрыванным. В той же самой Евангелии Матеушевой читаем, что на видок Еzusа, который ходил по фалах озера Генезарет, уцисляясь вятр и радуясь стопели Петра, апостолови упадали перед своим мистцем, mówiąc, «Правдивее, jesteś Сынем Божим». Так вот, то все, что Езус чинил и чего научил, родило в среду апостолов проявление, что он не только Местором, но и правдивым Сынем Божим. И Езус подтвердил это проявление. Это именно начинает будить в среду противников Езуса и Его науки зарзут блузнерства. Счególнее драматичны с разговоры, которые на этот темат находятся в Евангелии Яновой, в которой читаем, что Жиди усиловали Его забить, потому что не только не заховывал шабату, но и надто Бога называл своим ойцем, чинить себя равным Богу. В этом случае, что та сама справа находилась в центре процесса, который в конце концов был вытоком Езусу перед Санхедрином. На питание арcyкаплана Кайфаса «Поприссягам cię на Бога Живого?» «Повiedz нам, czy ty jesteś Mesjasz, Сын Божий?» Езус odpowiada по-просто. «Тыś powiedział». «Так, я ним jestem». А хотя przed Piłatem głównым motywом оскаржения было то, что Езус глосил, что есть Кролем, то прежде всего и там Жиди повторили óв-подставовый зарзут. «Мы mamy право, а в г. права должен он умреть, потому что сам себя учител Сынем Божим». Так ведь можно сказать, что остаточный Езус умирал на крыжу за правдой о своем Божем Сыновстве. А хотя напис на крыжу глосил «Езус назарейчих, крол жидовский», как урендовый титул «вины укрыжованного», то прежде всего, как говорит св. Mateusz, «ци защи, которые приходили обок, преклинали го и подтрясали головами, mówiąc «Если jesteś Сынем Божим, зайдь с крыжа», а также «Зауфа у Богу, нех же го teraz выбави, если го мирую». Прежде всего, что сказал «Естем Сынем Божим». Та правда зналазлася в центру целого выражения на Калвари. Давней была она трещом вызнания, прощадчения, свидетельства апостолов. Тут сталася трещом «сыдерства». А jednak, навет и ту сетник римский, который патрил на агонию Езуса и слышал слова, какими с крыжа zwrакаł się до Ojца, когда Езус сконаў, даў еще одно задзиwяющее свидетельство. Власть он, поганин, даў свидетельство боскей тожсамости Езуса. Правдзиве ten człowieк был Сынем Божим. Слова римскего сетника, ствердзаюце засадничzą правдэ Евангелии и целого Нового Тестаменту, керую нашу увагу к иным словам, тем, которые анёў выповедзял при звиастовании до Марии. «Ото почнешь и породзиш Сына, которому надаш имя Езус. Беде он велки и беде названы Сынем Найвыжшего». А гдя Мария пыта, как же се то стане, звиастун дај јй наступујцамо ответјј. «Дух святы стомпи на тебе и мок Найвыжшего ослони cię. Длатего теж святе, которое се народзи, беде назване Сынем Божим». Езус мяў свядомость, что ест Сынем Божим в значению досћомым, что ест речвистым Сынем Бога. В тим значению Бога называл Своим Ојцем. В тим теж значению не завахаўся поведзијць своим противникам и оскаржыциелам. «Заправдэ, заправдэ повиадам вам, заним Абрахам стајся, я естем». Правда о Сыностје Божим Езуса Христуса вырађася в овым «Я естем», которое то «Естем» выпредза не только час Абрахама, але всјлки час и всјлке створзоне исјнение. Пове святејан на којцу своей Евангелии «Те зашј знаки записано, абијще верзи, что Езус ест Месјасем, Сынем Божим и абијще верзоць, мели жити в имя Йего». Катехезы щродоој од дујшшего часу уже дотичок особы и посланництва Езуса Христуса. Дзюсай којчыся в обрэмбе этого цикла, первый, можно сказать, подцикл, который dotyczy przede wszystkim Chrystusa jako Mesjasza. В связи с тем, с тем, с названием Mesjasz, Помазaniec, czyli Chrystus, znajdujemy в Евангелии выповеди, которые łączат имя Mesjasza с именем Сына Божего. Прежде всего так брось вызнание Петра апостола, Симона, сына ионы, в поближу Цезаре и Филипповой. Ты jesteś Chrystus, czyli Mesjasz, сын Бога Живого. И Христус, как памятны, называ Петра Благославиным за то, что не цяло и кров, а Отец сам объявил ему эту правду. Але zupełnie так само брзмиą słowa оскаржения в устах Найвыжшего капуана в ночи перед мэнком. «Поведь нам, czy ты jesteś Христусом, Месjaszem, Сынем Божым?» А więc до традыции mesjańskiej нależy też и та назва. Назва, которая в Старом Тестаменке была użyвана в значении преносяном. Мувила она о кем-то szczególне выбранном через Бога, о кем-то, кому Бог поверзал szczególное посланництво. Natomiast нигде та назва аналогична в Старом Тестаменке не всказывала на родзонего сына, на сына зродзонего з ойца. Natomiast в Евангелии Христус дает познать в разных околичностях, что есть Сынем Божым в этом значении. Сынем родзоным. Сынем, которого с ойцем, Богем, в церкви, в церкви церкви не только посланництва, не только выбраня, или адопции, но и правдивого сыновства. В церкви есть в Евангелии, которые на это выразнее всказывают. Счегуне вымонное есть слово, которое Христус использует под адресом Бога как ойца. Абба. Арамейские абба могло брать только в устах сына правдивого, родзонего, в отношении до ойца. Это все, что мы говорим в сегодняшней катехе, есть только подготовлением до особного цикла, который те справы сыновства Божего Христа Христа будет обсzernее и через шерег катехес разважал. Есть это, но и справа центральна в Новом Тестаменке. Есть это объявление, рец можно, преломовое на тле целой традыции Старого Примирса, объявление Старого Тестаменту. И поэтому тоже та правда центральна нашей виары, которую вызнаемы в Складе Апостолском, а еще полнее в вызнании Ницейско-Константинополитацким, засугуя на шерше омувение на шерег катехес. Потому что мы находимся в месяцу маю и мысли наши сау при Матце Христуса, нужно память, что она в pewnем значении первая отринала это объявление о Христусе Сыну Божем при звиастовании, когда ангел сказал до неи «То, что с тебе народи, свято, будет звано Сынем Божим». Модлимся для того до Бога Родзицы, до Матки Божей, Матки Сына Божего. Та модлитва есть очень жива в Кощеле целом, есть особенно жива в традиции нашей полоской Матки Божьем. Матки Божьем. Матки Божьем Матки Божьем. Матки Божьем. Матки Божьем. Субтитры создавал DimaTorzok